А знаете что? Поиграем в Destiny пока. Destiny, все любят Destiny, не так ли? Я вчера еще и Destiny себе скачал. Посмотрим, что там произошло. К сентябрьскому обновлению, когда игра переедет в Steam, и все-все вы будете в нее играть, понимаете? Вы все будете в нее играть. Это вы сейчас как бы относитесь к ней предвзято, но в сентябре у вас не будет выбора. Мы все сольемся, наконец, в экстазе. Потому что то, что она была в Battle.net еще из-за такие бабки, это все равно, что она была на консоли для многих. То есть для большинства она была недоступна. А сейчас, по сути, по сути, халева. Народ такой зайдет в нее, бля, жопный след, и все, и все, не оторвешь за уши. Миллион отзывов в Steam, Безумный Онлайн, Триал Софа Сирис, Рубенса, скрестив мечи и орала. Тебя ждет новая тайна, Страж. Что таят в себе хранилища императора? Это... Это мне неизвестно. Нобельный еще не снял ролик об этом. Ты обретешь великую силу и подготовишься к паноптикуму. Новинки сезона. Извини, слово смешно. У игры новое оружие и броня. Древние сокровища и новый рейд. И новый рейд. Копи силы, Страж. Коплю. И деньги отложи. Уже. Так. Ничего. Когда у тебя вскакивает чирик, который ты не можешь выдавить. И ты его ковыряешь, ковыряешь. Сдираешь. Давишь. А он все никак не лезет, не лезет. Это примерно такое же удовольствие наблюдать за загрузками. Кто еще не купил себе Destiny? Вот вы серьезно не хотите гонять вот на такой сраке? Может быть тогда вы хотите вот на такой? Ладно, я шучу. А вот этот дикий жеребец. Посмотрите, он деревянный, бля. Как жестко. Трогаю себя там и здесь. Увидимся, моя боевая. Ну да. Разве это не самые красивые эффекты взрывов, которые вы видели в своей жизни? Ну только честно. Я даже жопные следы не показываю. Но по взрывам-то вы должны быть со мной согласны. А перезарядка этого ствола, а? Короче, вот на Е3 я все-таки повелся, да? На Fallout 76, на ТСО. Не надо было даже деньги тратить. Зря я Тоду хоть что-то отдал. Пусть, бля, делают своего мобильного командоркина, но никто не должен не давать им ни рубля. Пошли они в жопу. Это все дерьмо. А теперь посмотрите на то, дамы и господа, как должна выглядеть настоящая, сочная, сексуальная ММО-РПГ. 21 век. Настоящий контент, который на Е3 никто не показывал. Но поверьте мне, это именно кайф. Каефыч. Настоящее удовольствие. Паладин Светобир. Блядь, просто гляньте на него. Посмотрите на эти загрузочные экраны. Сразу все понятно. Голые мужики в шрамах, в броне, которая, ну, даже стриптизеры, наверное, так не выглядят. Ну, неудивительно, поэтому у него и шрамы есть. Ну, разве это не шедевр? У меня есть пингвинчик. Вот этот вот сет стимпанковский. Пингвинчик тоже стимпанковский. А этот мир. Как мне ванила вовская. Как земля. Хуже вовской ванилы вообще, в принципе, ничего быть не может. Я уже сказал, западные чуваки, ну, американцы и все-таки, ну, там, не знаю, европейцы, они не могут сделать хорошее ММО в принципе. Потому что они даже гномку не могут нарисовать сексуальную, на которую привстанет писем. Американец. Посмотрите на модельки. Посмотрите на мир Вова. Да просто омерзительно. А теперь просто гляньте вот на это. Это же шедевр. Это можно распечатывать и вешать на картину. Зайдите в ТСО. Сразу блевануть хочется. Выглядит как, не знаю, Скорим со свеча. Одни золотые подошвы на этом сете лучше, чем весь World of Warcraft. Серьезно, я сейчас не рофлю. Это мое мнение. Сейчас мы прилетим в какой-нибудь город с замками, и вы убедитесь в очередной раз, что... И убедитесь, что никогда в Вове не будет ни одной локации. Вот это какая-то Блэс Онлайн, это какая-то помойная корейская РПГ, лоутира, которая трижды рестартилась, постоянно умирала. На нее забили разрабы, у нее нет контента, она херово оптимизирована, омерзительна. При этом она в тысячу раз симпатичнее Вова просто, с эстетической точки зрения. Про ТСО тоже молчу, там, ну... Люди, которые создавали ТСО, они, в принципе, изначально не могут нарисовать ничего красивого. Смотрите, как он чилит, как ему норм. Хочу исключить ту мелодию с дудкой, где гном убегал от какого-то Карабаса-Барабаса. Смотрите, даже в чат никто ничего не спамит, просто по той простой причине, что никто не играет. Как же классно. Хотя и зашли челы, которые, типа, стрим-снайперы, но на них даже просто приятно посмотреть. Так держать, так держать. Молодец. Вау. О, боги. Настоящие города полноценные. Они какие-то деревни из двух домов. Смотрите, дети, воспитанные World of Warcraft'ом от ТСО. Это называется настоящий геймплей. Это как... как молоко матери. Типа, настолько же... настолько же это родное и близкое тебе. Просто шел-шел, надо убить пять бомжей каких-то. И лупишь их, лупишь. Вау, значит, вон-то анал обсервейшн. Международная аббревиатура. То есть люди как-то ищут, что ли, себе тут партнеров по анальным утехам. Тогда это тем более игра, которая мне нужна. Самая красивая, с технической точки зрения, игра на рынке, которая, ну, будет в ближайшее время, выйдет, это, конечно же, АИР. То есть, к сожалению, нельзя смотреть чужие ролики на стримах. Точнее, можно, но на ютубе за это страйк прилетает. Я спросил, ну, для того, чтобы тренды смотреть, я спросил у партнерки, типа, как с этим бороться. Мне объяснили, что я должен хоть немного менять визуальный ряд, например, ставить вебку в этот момент. Я надеюсь, что этот чувак не будет кидать на меня страйк. Чувак, у него, короче, канал Иной называется. Он, типа, по ММО-играм спец. Знаете, я даже вебку включу. Смотрите, у него есть обзор на тайваньский тест АИРа. Идея вот в чем. В том, чтобы показать, насколько красива эта игра. Вот как должны выглядеть персонажи, за которых хочется играть. Посмотрите на этого мага. Это сразу видно, что он хотя бы, ну, типа, сексуален. Как и этот маг, наверное. Чувак с ножами. В кожаной куртке. Посмотрите на эту кожаную куртку, на эти клепки. Он похож на человека. Ну, не совсем он похож на Руслана Усачева. Но, блин, он выглядит круто. Вот посмотрите на меня. Я супер обсос. Так еще и в игре брать персонажа, который из двух кубов каких-то состоит. И бороды. Блин, я хочу быть вот таким в компьютерных играх хотя бы. Посмотрите на это. Блин, у него револьверы, он их крутит на пальцах. Тянка Ганслингер. Для тех, кто любит на женские жопы смотреть. Посмотрите, какая классная. Посмотрите на одежду этих персонажей. На сеты. Можно эльфа взять в какие-то жилетки. Так, это мы перематываем. Этого не было. Вон, пистолеты, как у Пушкина Александра Сергеевича. Нашего великого поэта. Африканского. Блин, ну, я не знаю. Теперь сама игра. Кто думал, что она выглядит хуже. Ничего подобного. Просто, блин, чувак врывается с каким-то молотом и херащит по дракону, у которого из спины торчат какие-то транзисторы. Я не знаю. Разве в это не хочется начать играть сразу, в тот же самый момент, как только вы это увидели? Это супер напоминает Блэс, только в другом сеттинге немного. Блин, он на тележке куда-то поехал. Охренеть. И все это сделано двумя корейцами, наверняка. За бутылку пива. В World of Warcraft делается уже 20 лет кучей разработчиков. И на него до сих пор без слез заглянуть нельзя. Это, я так понимаю, ПВП. Безумно, безумно красивая игра. К сожалению, проблема заключается основная в том, что ее выпустят на российский рынок. В лучшем случае в 2022 году. Потому что сейчас только открытый тест на Корее начнется. Или закрытый, я даже не понял. Тайваньский закончился. И начнется сейчас какой-то тест. И это значит, что на нее выкупят права, если увидят в ней потенциал какая-нибудь компания Рокнет какая-нибудь, или какой-нибудь Геймнет, или Факнет. И будет переводить ее 3 года. Нахерачит на нее доната анального, еще более анального, чем на Корее. Выпустит хер знает в каком году, когда она уже будет супер неактуальна. Потому что она уже не особо актуальна. Она на Unreal Engine 3. Хотя сейчас CMMO уже выходит на Unreal Engine 4. И когда заходишь на этот сайт, он еще очень прикольно грузится с другим логотипом. В одном логотипе этой игры больше стиля, чем во всем сраном World of Warcraft. Просто посмотрите на эти артворки. На концепт-арты. Вот этот чувак похож на главу Братства Стали из 4-го фалача. Но разве вам не хочется за него покатать? А вот эти вот костюмы. Это, между прочим, стимпанк плюс корейское ММО. Это лучшее вообще, что может быть на Земле. Но мне хочется посмотреть на это. На летающие дирижабли. На места, где они швартуются, так сказать. Смотрите, енот сидит. Разве это не классно? Вам не нравится, когда енот сидит? Боже, это такой кайф. Я хочу сделать официальное заявление. Я хочу, чтобы... Ну, у меня, в принципе... Я неплохо в последнее время сотрудничаю с компанией Mail. И я реально думал в Lost Ark поиграть на Lost Ark. Мне немного не подходит. Mail. Я уверен, что для вас это не будет много денег. Или кто-нибудь другой. Я не знаю. МТС. МТС дали денег на... Власт. Дайте... Давайте вложимся в ММО теперь. Смотрите. Вы покупаете права на издание... Ну, любая компания. Я к любой компании обращаюсь. Вы покупаете права на издание этой игры в РФ. Завтра мы ее уже ставим на сервера. На сервер. Один сервер сделаем. Потому что 100 человек будут играть. Завтра мы ее ставим на сервер. И в тот же самый момент мы запускаем... Ну, мы берем текстовый файл, где все тексты и переводим. Мы Google переводчиком переводим. Ничего страшного. Русские пользователи привык к такому. Они разберутся. Люди почему-то думают, что надо обязательно запариваться за перевод и все такое. Google Translate просто, блядь, текстовый файл со всем текстом закидываем. На следующий день выпускаем игру. Завтра уже релизим ее. Все. Половина прибыли от начала продаж сундуков я забираю себе. И завтра... Я обещаю. Я, короче, ее буду раскручивать и говорить, что это самая великая вещь. Сделайте меня продюсером в российском сегменте. И я просто... Она заработает... Лимон. Или полтора лимона. Ну или сколько вам надо лимонов, короче. Я вот клянусь. Клянусь жопой. Поэтому давайте все. Я уже завтра просто хочу играть. Поэтому надо прямо сейчас выкупать и завтра ее выпускать. Это официальное обращение. Вы сейчас смеетесь? Но... Блин, я вот смеялся, когда какие-то челы из какой-то киселевки, из Кузбасса написали премьер-министру Канады, что у них черный снег идет, поэтому надо дать убежище где-то в Манитобе. А он взял и сказал, да ради бога, типа, просто заполните документы и мы рассмотрим, если у вас действительно там тяжелая природная ситуация. Блин, как они там говорили, типа, Dear Justin Trudeau, please. Кстати, блин, кого хрена, я тоже хочу в Канаду. Dear Justin Trudeau, please give me канадин паспорт. I want to live in Canada. Мне тоже не нравится погода зимой. У вас, конечно, такая же, но мне вообще насрать. Мне тут не нравится. Я плохо себя чувствую зимой. Я вообще хочу политического убежища. Есть кто из Канады в чате? Кто-нибудь может меня на работу устроить в Канаде? Я готов снег убирать. Или в хоккей играть. Нящик по барабану. У меня уже зуба нет, поэтому я могу быть хоккеистом. Есть. Все, ищите мне рабочее место. Или организуем фирму. Я слышал, там надо фирму организовывать, чтобы мне 4 канадца было. Поэтому мне нужно 4 канадца из чата. Могу в Украине помочь. Еще, у меня другое обращение записывать, типа, здоровенький були, план Зелинский. Нет, спасибо. Я лучше в Канаду. Там как раз украинцев тоже достаточно. Вот уже 2 канадца найдено. Блин. Не, я абсолютно серьезно. Я устал. Я устал. Что за несправедливость? Вообще, я должен сидеть здесь, при этом без Аира. Без единственной радости в жизни. Потому что он не выйдет никогда. Я уверен, что сраный какой-нибудь каловый Блэс Анлишт на Иксбоксе выйдет раньше. Хотя в него никто не верит. Еще 300 обновлений на World of Warcraft. А мне всего лишь нужен Аир. Так, появился третий канадец. То есть, если я организовываю фирму в Канаде, получается, что я уже взял трех канадцев. Я и три канадца, так и назовем эту компанию. Что будем делать? Теперь надо решить. Какой у нас будет бизнес? Что мы будем мутить? Стримить. Это я не думаю, что мы сможем убедить Джастину Трюдо. Хотя, если мы будем стримить на Китае и зарабатывать хорошенько. Если мы сделаем такую маленькую ферму канадских стримеров для Ноно Лаева. То, возможно, мы сможем перекрыть бюджет Канады через полгода. Надо еще посмотреть способы. То, что, ну, типа, черный снег-то все же у меня не идет. А в Канаду теперь хочется. Мне кажется... Блин, у них же вот супер проблемно, то, что у них не хватает населения. Манитоба огромная просто та же самая. И в ней всего полтора миллиона человек живет. По сути, ну, неосвоенные земли. Может, реально? Может, нам всем? Реально, может, нам всем? Вот, помните фильм, как его? Ширли-мырли? Там, короче, в конце они нашли какой-то алмаз и, типа, стали всей страной жить и ничего не делать. Может, нам на самом деле всей страной написать Джастину Трюдо, чтобы он предоставил? Хотя нет. Это тупо будет. Если Джастин Трюдо не убедишь, попробуй убедить Джастин Бибрион. Премьер-министр там, типа, или что? Березки все равно будут звать душу русскую. Да нахрен мне эти березки. Господи. Че, ты думаешь, в Канаде, блядь, березок нет, что ли? Там, типа, одни березы, наверное, и растут с их климатом. Мне все равно какую березку любить, короче. Вообще по парабану. Чью точнее. Взросшенную на чьей земле березку? В Финляндии дают убежище. Ой, нет, это не мой способ. Есть, конечно, способы стрёмные. Например, Эндрю Андерсон предлагал мне за него замуж уйти, чтобы в Америку переехать. Но это как-то, мне кажется, слишком, не знаю. Я как бы маме сказал, а она сказала, не. Или я не надо. Организаторы за неделю этого турнира сменили статус турнира с международного на российский и отняли у зарубежных игроков слот и участников. Вместо этого их пригласили на турнир в качестве зрителей. Но это, видимо, те 10 человек, которые приехали. Москов Киберкап проводится совместно с Российским футбольным союзом, Департаментом информационной технологии города Москвы и Департаментом спорта города Москвы. Согласно с сайту госзакупы, бюджет составил 37,5 миллионов рублей. Ребята, давайте я вам подкину еще неплохие идеи. Можно устроить турнир по Гвинту. Хотя нет, знаете, на турнир по Гвинту придет больше народу смотреть, потому что в Гвинт играют люди, которым уже исполнилось 10 лет. Поэтому, наверное, их родители отпустят и соберется 20 зрителей. Киберспортивная FIFA, ее вообще никто не смотрит. Никто не смотрит. Ноль людей во всем мире смотрит киберспортивную FIFA. Если вы соберете турнир, в котором играют блогеры фифашные, то какой-то народ явно придет. Хотя, ну, даже может много народу придет, потому что придется приходить с мамой или с папой, например. Ну, большинству зрителей, которым это интересно. На блогеров, играющих в FIFA. Но это так смешно, что 10 человек пришло на это говно. Даже любительский турнир по доте в каком-нибудь компьютерном клубе соберет больше. Даже я, когда играл в московской FIFA лиге, у нас был финал кубка, и там зрителей просто рандомных в каком-то засранном компьютерном клубе было больше. Здесь реально арендована какая-то, я не знаю, судя по тому... А, стадион ЦСКА, этот армейский стадион. Просто сидит 10 человек. Блин, участников сколько? Неужели у участников друзья не приехали хотя бы на это посмотреть? Хотя какие друзья у FIFA? В турнир по артефакту придет только пакер. Блядь. Каждый раз охуеваю от того, что такие деньги достаются людям. Вот дали бы мне... Вот, серьезно, если бы я узнал об этом турнире, я бы позвонил и сказал, ребята, дайте мне 15 миллионов, я вам дам совет. Мне бы дали 15 миллионов, я сказал бы, оставьте оставшиеся 22 миллиона себе, и не тратьте их на этот турнир. Таким образом вы сэкономите 22 миллиона. И это было бы гениально, понимаете? Я бы заработал свои 15, кто-то бы оставил себе свои 22. Хотя, возможно, кто-то себе оставил себе 37 с половиной. На самом деле я в этом вижу смысл этого турнира. Никого не обвиняю, но мне кажется, это именно так и есть. Потому что представить, кто в здравом уме будет проводить турнир по FIFA. Что такое вообще группа Буррито? Так вот, так вот. Так, ладно. Следующая игра, которую мы сегодня смотрим, на... сравним лучшую, как я уже сказал, из корейских на данный момент на рынке. Это БДО. Придумайте фамилию. Фамилия персонажа общая на аккаунт. Она всегда видна другим игрокам. Я, короче, вбил фамилию Архангельский, вспомнив Михаила Архангельского. Алды помнят, короче. Ой-ой-ой. Какой мужчина. Ля. Ля какой. Какая музыка при этом. Так, что еще есть? Лучница. Ненавижу на рейнджах играть, но сиськи у нее, конечно, смаково трясутся. Колдунья. Колдунья на каком-то невидимом скейте летает. Похоже на Йеннифер. Очень похоже. Если бы Йеннифер. Если бы Ведьмак был корейской гриндилкой. Лан. Я помню, раньше во все игры надо было играть по Лану. Но за такое дерьмо я вообще не знаю, кто. Вот есть тип людей, которые берут все время какое-то говно, каких-то здоровенных бомжей, орков. Я таких людей не понимаю. Пока выглядит круче, чем Тесса. Конечно. Конечно. Мистик. О-о-о. Да-да, это анимация того, как Мистик пришла в кадр. Блядь, выглядит лучше, чем все 4 часа Тессо. Можно еще раз? Кайф. Каратист. Ну, это тоже зашквар какой-то. На милишниках играть. Пожилой Ханзо. Он даже не хочет в кадр смотреть. Привет. Майва. Майва. У нее тоже лук есть, я так понял. Мне не нравятся лукари. Каратист баба. Помните, помните, была актриса Синтия Ротрак. Валькирия. Персонаж, сражающийся на передовой с мечом и щитом. Меня в Блэк Дейзерте больше всего бесит, конечно, то, что здесь класс привязан к полу. Это, конечно, не то, что мне нравится. Но ничуть поделаешь. Кончи. В дурацкой маске из персонки. Но сиськи, сиськи просто попали в рыболовную сеть. Ниндзя? Мне нравится ниндзя пока. У него балдежное это оружие. Рафаэль из Шерепашек-ниндзя. Сая они, по-моему, называются. Хотя, погодите. Блядь. Кто там говорил про каких-то темных эльфиев из World of Warcraft, из какой-то такой параши? Вот персонажи, как должны выглядеть в ММО. Ну, это понятно. Это волшебники. За них играют особенные люди. Ну, я в таких играх обычно всяких гунеров беру. Но тут, к сожалению, видимо, по сеттингу гунера нет. Поэтому я возьму темного рыцаря. Темного рыцаря мужика нет. Поэтому единственный вариант, который у нас есть, это создавать темного рыцаря бабу. О, тут тоже есть контент. Вот это я понимаю. Контент. Это вам не ТСО обосранное. Ммм. Блин. Мне хочется, чтобы она мне на яйца наступила. Прямо, я не знаю. Я видел такие видосы. Популярная внешность. Один из популярных шаблонов будет применен. Блядь. Опять карлицу подсовывают какую-то. Не, ну у людей, короче, нет вкуса. Это полный позор. Какая-то она вширь разрослась. Во, вот это, кстати, not bad. Вот это за такую уважуху тому, кто это сделал. Да что это такое? Это что? Карлица снова в моде, что ли? Я не понимаю. Мне хочется рандомайзер. Но его здесь нет, похоже. Так, форма. Это что такая? Это форма чего вообще? Серьезно? Кто-то этим занимается? Придется, с лицом придется работать, гайз. Блин, сейчас глотвалакс выйдет с моим умением. Да пусть... Закрой рот. Почему у нее рот открыт? Улыбнись. Блин, я ей нос сломал. Кривой подбородок сделал. Ну ладно, это не страшно на самом деле. О, няшка. Нос сильно, конечно, перекосило, но ничего страшного. Татуировки. Это татуировка? Кто себе такое может на лице набить, кроме абсолютно сумасшедшего? Ну, такое ощущение, что она смачит Спартака. Кусок, блядь... Кусок глаза Спайдермена. Не, спасибо, спасибо. Так, тело. О, найс. О! Блин, как же не идет женщинам мускулы эта жесть. Они что-нибудь делают, кроме как смеются в этой игре? Ладно, 12-й оставлю. Так, имя. Михаил. Ну. Вот и игра. Ну вот, замечательно. Сразу, сразу, только начал играть свою сексуальную Микаэлу, и сразу Кейк Жиробас просто появился напротив меня. Я даже не знаю. Я даже на сервер еще не успел зайти. Я... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ведь чувак, причем, прикиньте, самое смешное. Во-первых, из всех серверов Кейк Жиробас оказался именно на этом. И это явно чувак, который играет, потому что он состоит в гильдии. То есть человек тратил... Он создал кекса, жирного, и тратил свое время, чтобы играть на нем. Кейк Жиробас, пожалуйста, уйди. Хотя, с другой стороны, я могу создать Настю ТРТ. И бегать вместе с ним. Но это будет, мне кажется, мне кажется, Кекс обидится просто. Очень сожалею, но мы не можем поручить вам дело подобной важности. Вы можете идти. Да ты олень. А, это он не мне говорит, тогда мне пофиг. Мне кажется, кстати, оленя... О, да, и в чате тоже пишут, что его ведьмака озвучивает. Не, ну чуваки, разве может быть плохая игра, которая озвучивает герчь? Сейчас, одну секунду. Вышла Ксюха, посмотрел на экран и сказал, это кекс. Я не знаю. Тут хотя бы тартами никто не кидается, и то хорошо. Но скорость у всех просто безумная какая-то, все как будто на спидах. Этот чувак, видимо, думает, что он виндрейнджер. Не, игра, конечно, выглядит на все 0 рублей, которые я за нее заплатил, и даже больше. Ну, кроме шуток, она хорошо выглядит. Так, теперь меня надо еще больше бесов убить, я так понимаю. Расправиться с бесами, убить 10 бесов. Вот! Вот что такое геймплей, а не эти бегалки от драконов к драконам. Геймплей. Убить толпу стальных бесов. О, боже, как-то... Че-то уже начинает заебывать, убивать бесов. Мне кажется, эти штаны, они не должны быть реально с дыркой на очке, они... Просто у моего персонажа слишком большая жопа. Надо было прочекать это, прежде чем его создавать. А музыка-то какая музыка, вы слышите? Какие-то запрещенные барабанщики прямо играют. Осмотреть место, на которое я показал маленький нос. У нее, кстати, большой нос. Это постороничный никнейм. Это че за хрень? Не-эс. А, не, я думал, это жопа черепахи какой-то, это просто камни. О, это че такое? Это чей-то сумон? Охереть. Я надеюсь, это не кекс, личинку отложил. Я представляю, как пердаки рвутся у тех, кто... Ну, типа, реально любит больше западного типа ММОшки. Они такие, блядь, неужели ему это говнище нравится больше, чем богоподобный ТСО или ВОВ? Он что, вообще ебнутый? У него, наверное, IQ 0. Раз ему просто нравится, ему бодрочит с сиськами. Ох, нифига себе. Паркур, гайс, цепляется. Я первый раз такое в ММОхе вижу, я серьезно. Это первый раз, когда я вижу такое в ММО. В ТСО такого и рядом нет, там, эти дебильные прыжки из Фортнайта. Да это, блядь, во многих клонах батл-роялей нету свежевыходящих. Даже в шутерах. Не, ну прыжки тут, конечно, тоже есть, но тем не менее. Наверняка это криво работает. Мне говорили, что здесь только на внешность донат? О, можно купить себе горничную. Я, кстати, видел какие-то сомнительные скриншоты, где горничные залезали под платье. Это полный отстой. Это вообще не подходит моему персонажу, я сам как горничная. Вот это очень сексуально, я бы сказал. Для какой-нибудь вечеринки извращенцев подходит. Непонятный лесной сет, еще один лесной сет. Сет телки с Е3, с PC Gaming Show. Сексуальный сет. Менее сексуальный сет. Супер дебильный сет. Кулинарный сет. Странный сет. Лоли сет. Интересный сет. Ассасинскритный сет. Чулочный сет с отличной жопой. Блин, вот этот мне нравится. Десница Вендира. Белье Киоку. Тут еще можно белье себе отдельно взять. Просто лифак себе купить. Или вот, например... Я помню, на Амейзен Карпета копы одевались. Пиздец. Вы можете себе представить, что здесь можно построить дом. Поставить в него вот эту пошлую цыганскую фурнитуру. А потом еще трахнуть на ней свою горничную, купленную в гэм-шопе. Чуваки, можно панду купить просто своим пэтом. Панду. Посмотрите, какая она охуенная. И можно лежак для панду купить. То есть можно купить панду, посадить ее в лежак, чтобы она там сидела и кидала... В смысле это... Правой рукой тебя махало. Сэр Лансерот. Лансикот, прошу прощения. Это сэр Лансикот, guys. Блин, я теперь хочу сэр Лансикота. Шериф Бигл. Смотрите, помощник Бигл из Fallout New Vegas все-таки стал шерифом. Есть овчарка, кстати. Для любителей Fallout. На раскрывшуюся коробку нажми, чтобы вызвать кота. А я могу покрасить кота? Но он все равно балдежный. Он еще и черный подходит мне по цвету. Да, он бегает за мной, смотрите. Какие же анимации топовые. Вот этот перескок вообще, как будто я на футбольной тренировке. Мне кажется, что он смотрит за нами. Что такое мой Лансикот? Почему он мяукает? Он же еще не лутал. Молодой человек, у вас ветры. Нужно миллион часов, чтобы понять все это. Я уже чувствую. Но при любых раскладах это... Это... Это похоже на... То, что можно назвать словом «оно». На данный момент. Раз до Аира еще далеко. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Lord boy, П